Первый вопрос. Люк, как ты пришла в гомеопатию? Как я пришла в гомеопатию? Значит, это вообще такая история интересная, потому что меня вылечили от тяжелого гайморита. На самом деле я по первой специальности хирург-онколог по голове и шее. И это, конечно, очень тяжелая специальность, но мне хотелось быть утолерингологом. Я пошла туда и болела гайморитом. Гайморит был просто ужасный. И я не могла, как хирург-онколог по голове и шее, я не могла работать. Это 9 часов за операционным столом. У меня была слабость и вообще ужасно. Какое-то время мой заведующий, ему же нужен был работник, он меня подозвал и сказал, это очень вообще секретно, но я втайне гомеопат. И я тебя вылечу, но об этом, чтобы никто не знал. И ты учти, чтобы у тебя даже не было мысли идти туда, потому что ты хирург. Я тебя учу, ты меня заменишь. А мне было все равно, я сказала, ну ладно. И он мне назначил 4 каких-то, я даже вот сейчас вспоминала. Там была пульсатила, силицея в порошочке, апис и, наверное, меркурий. Вот 4 препарата. Я попила это 2 дня и выздоровела. Это был просто шок для меня. Почему? Потому что мне выписывали японские антибиотики. Мне даже сделали операцию на Дальнем Востоке, где я там работала первоначально. А тут 2 дня, и я оказалась совершенно здоровым человеком. Я к нему пошла и говорю, а где это дают? Мы же с тобой договорились. Я уже тогда была здоровая. Я говорю, а вообще как ты можешь? Смотрите, какие тяжелые больные, и ты им ничего не назначаешь. Он говорит, ну гомеопатия запрещена в России, поэтому давай, будь хирургом. Я говорю, я от тебя уйду. Он говорит, ну попробуй, я от него ушла. Давай возьмем какой-то пример, конкретный пример. Может быть, даже с каким-то случаем, который вспоминается. Ну, который мне вспоминается, да. Вот такой случай вообще интересный. На семинаре Шинкарана у меня были мои друзья, мне приехали. Муж и жена. Она была гомеопатом, а он ее спонсировал. Он вообще решил тоже с ней поехать. И посмотреть, чем же занимается моя жена в Индии. И доктор Джайя Шах нам читал лекцию про гепарда. Называется Чита. И это лекарство, он просто, вот ее муж, он просидел в зале всю эту лекцию. Восемь часов шла лекция, потому что очень подробно. Показывался случай. Показывался, почему он задает следующий вопрос. Показывался, почему, на какое слово он делает упор. И так далее, и так далее, и так далее. И в конце показывалось, как живет эта Чита. Ну, так вот. И только просмотр этого случая произвел на этого самого бизнесмена ну, такое сильное впечатление, что у него началось обострение гомеопатическое. И он решил, что он Джаеша убьет. Причем точно совершенно знал, куда он ему сунет в нож. Он сразу умер. Ну, слава богу, обострение прошло в течение там полчаса. Или, я не знаю, или побольше. Вот. И письмо, которое он написал на английском языке, чтобы он не подходил к его жене, он не отправил. И после этого освободилось очень большое место в пространстве этого человека. Он стал другим. У него прошла вот эта злость. Он стал нормальным, потому что до этого он просто жил как Чита. Я его даже спросила, скажи, пожалуйста, а что для тебя, каким спортом ты занимаешься, каким спортом тебе больше всего интересен? И он сказал, ты знаешь, теннис интересен. А что самое главное у тебя в теннисе? Он говорит, когда с близкого расстояния выбиваешь мяч. Вот это самое интересное. Это точно так, как охотится Чита. Ближе, ближе, ближе. Да, и вот так. И он сам был очень похож на эту Читу, потому что он никогда не вступал бы с драку с сильнейшим. Он ушел. То есть если Чита забьет там какую-нибудь там антилопу, или я не знаю, что там она там покушать решила, и придет лев, она уйдет. Она оставит любое, она не будет с ним драться. И это тоже вот он вот очень такой интересный человек. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...